Состояние, о котором сегодня пойдет речь, человеческий организм переживает в течение нескольких минут после прекращения кровообращения и дыхания, когда полностью исчезают все проявления жизнедеятельности, но даже в наиболее чувствительных к кислородному голоданию тканях еще не наступили необратимые изменения. Клиническая смерть – тема очередного секретного досье. Здравствуйте, мои хорошие! Клиническая смерть является обратимым состоянием и сам по себе факт прекращения дыхания или кровообращения не является доказательством наступления смерти. Данное состояние в большинстве случаев продолжается три четыре минуты, но известны случаи более длительной клинической смерти – до шести минут. Клиническая смерть, как переходный период между жизнью и смертью, встречается в современном мире все чаще. Это связано с применением современных методов реанимации – люди стали чаще выживать. Особо яростные споры возникают вокруг так называемого «посмертного опыта», который переживают некоторые люди в момент клинической смерти. Заговорили об этом феномене в 1976 году после выхода в свет книги доктора Раймонда Моуди «Жизнь после жизни», в которой собрано около 250 свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Огромное количество источников утверждает, что жизнь после смерти физического тела не только не заканчивается, но и выводит нас на новый уровень миропонимания. Разные и не похожие на друг друга люди говорят примерно об одном и том же, а в религиозных учениях прослеживаются общие мнения о загробном мире. Рассказы очевидцев очень похожи, в том смысле, что при всех различиях в антураже прослеживались общие ключевые моменты – выход из тела, шумовые эффекты, полет по темному туннелю, коридору, трубе, в конце которого яркий свет, причем его в момент клинической смерти видят даже слепые от рождения люди. Ангелоподобные существа, встречи с умершими родственниками, калейдоскоп событий из собственной жизни и внезапное понимание того, что нужно вернуться, поскольку туда еще не время. Вот как пишет об этом сам Моуди, резюмируя свои исследования. Умирая, человек слышит в момент крайнего физического изнеможения, как врач констатирует его смерть. До него доносится неприятный шум и громкий звон или гул. Одновременно он чувствует, что стремительно несется по длинному темному тоннелю и вдруг ощущает себя вне собственного тела, которое он даже может видеть со стороны. Через некоторое время он начинает привыкать к своему странному состоянию. Он обнаруживает, что тело у него все же есть, но совершенно иной природы и с совершенно иными способностями, чем покинутое им. Вскоре события принимают новый оборот – его встречают какие-то доброжелательные создания. Среди них он непостижимым образом узнает умерших родственников и друзей. Затем перед ним возникает существо из света – добрый, любящий дух, которого он никогда раньше не видел. Это существо без помощи слов просит человека оценить свою жизнь, моментально воспроизводя перед ним главное ее событие. Неожиданно человек замечает, что приближается к чему-то вроде стены или линии, и осознает, что это граница между земной и загробной жизнью. Однако перейти эту границу ему не удается. Он чувствует, что должен вернуться назад, что время его смерти еще не пришло. Давайте познакомимся с несколькими рассказами людей, перенесших клиническую смерть и запомнивших фантастические события, произошедшие с ними в этом состоянии. Игорь Горюнов, 15 лет, учащийся политехнического техникума. Вечером пристали ребята, попросили снять сережку с уха, я не снял ее, они меня избили, я потерял сознание. Меня потом нашли, врачи сказали, что я был мертвый. Помню, как был в темном колодце, сначала полетел вниз, а потом вверх. Увидел яркий свет, пустота, очнулся от боли в груди. Александр Постремков, 40 лет, умер от разрыва почки. Почти ничего не помню, только музыку. Очень громкую, похожую на марш какой-то из старого кино. Я даже удивился, что вроде серьезная операция идет, а тут магнитофон на полную орет. Потом понял, что музыка становится какая-то странная. Хорошая, но странная, внеземная какая-то. Такой точно я не слышал никогда. Объяснить невозможно толком. Звуки совершенно нечеловеческие. Алан Риклер, 17 лет, умер от лейкемии. Я видел, как в палату входят врачи, с ними моя бабушка в таком же халате и шапочке, как у всех. Сперва я обрадовался, что она пришла меня навестить, а потом вспомнил, что она уже умерла, и мне стало страшно. Затем зашла какая-то странная фигура в черном. Я заплакал. Бабушка сказала, не бойся, еще не время, и тут я очнулся. Андрей Загубин, 52 года, умер от инфаркта. Я видел себя сверху и сбоку, как будто меня подняло вверх и прижало к потолку. Причем я довольно долго наблюдал, как врачи и сестры стараются меня оживить. Мне было страшно. Вот думаю, как я ловко от всех тут спрятался, а потом меня словно в водоворот засосало и всосало обратно в тело. Руби Гроупера Казимиру прошла успешную операцию кесарево сечения в больнице Флориды, когда вдруг потеряла сознание из-за редкого осложнения, известного как эмболия околоплодными водами. Некоторое время спустя Руби рассказала, что когда потеряла сознание, очутилась и в другом месте, оно было прекрасно, все сияло. Там она встретилась со своим покойным отцом, который сказал, что это не ее время и она должна вернуться на землю. Я умерла 22 сентября 2000 года на операционном столе. Врачи задели легкие и я умерла на две с половиной минуты. За эти минуты… короче, я потом в подробности в реанимации рассказала докторам, что происходило в то время, пока меня откачивали, все, вплоть до мельчающих подробностей. Они пришли в ужас. А я ведь была над ними и все видела. Потом толчок в спину и я полетела по туннелю, хотя из пуповины у меня торчал канатик. Приблизившись к свету, я ощутила неимоверную боль в области грудины и я очнулась. Действительно ли за тонкой гранью жизни находится загробный мир или это фокусничает наш мозг? Как же объясняет наука ощущения и воспоминания людей, перенесших клиническую смерть? Психолог Павел Уотсон считает, что он разгадал загадку. По его мнению, когда мы умираем, то вспоминаем свое рождение. Впервые мы знакомимся со смертью в момент страшного путешествия, которое совершает каждый из нас, преодолевая десятисантиметровый родовой путь, считает он. Мы никогда, наверное, точно не узнаем, что происходит в этот момент в сознании ребенка, но, вероятно, его ощущения напоминают разные стадии умирания. Не являются ли в таком случае предсмертные видения трансформированным переживанием родовой травмы, естественно, с наложением накопленного житейского и мистического опыта? Давайте попробуем разобраться с точки зрения медицины в ощущениях и воспоминаниях людей, перенесших клиническую смерть. Для этого ответим на пару простых вопросов. Уникальны ли явления, происходящие в головном мозге человека во время клинической смерти? Нет. Происходят ли подобные процессы в организме людей? Да. Ощущение того, что он мертв, не приходит только к человеку, пережившему клиническую смерть. Пациенты с синдромом ходячего трупа или болезни Катара также говорят бредовые фразы о том, что они мертвы. Это расстройство возникает после особых травм, таких как последняя стадия тифа или рассеянного склероза, и связано с областями мозга, такими как теменная кора и префронтальная кора. Ощущение нахождения вне тела также сейчас сообщают и люди, которые испытывают некоторые трудности со сном. К примеру, о сонном параличе или же о чувстве парализованности, появляющемся, когда человек активно общается с внешним миром, сообщают около 40% всех людей. Паралич также сопровождается яркими сказочными галлюцинациями, что приводит к развитию ощущения нахождения вне своего тела или парения над ним. Увидеть себя любимого со стороны можно и при других обстоятельствах. Психиатр Патрик Дбаврин считает, что люди могут испытывать симптомы вне телесной жизни даже при простой стоматологической анестезии. Раздвоение личности, которое обычно длится не больше нескольких секунд, можно пережить и при некоторых формах мигрени, и при занятиях йогой. Оно же нередко наблюдается у альпинистов, когда они находятся высоко в горах и испытывают кислородное голодание. И у летчиков, и космонавтов во время полетов. Исследования 2005 года показали, что подобные ощущения могут быть вызваны искусственным образом путем стимуляции работы правой височно-теменной области мозга. Что касается видений и встреч с умершими родственниками и знакомыми, пациенты с болезнью Паркинсона, к примеру, говорят о том, что видят призраков и даже монстров. Как это объяснить? При данном заболевании нейромедиатор допамин функционирует ненормально, и это вызывает галлюцинации. А как объяснить переживания воспоминаний жизни, проносящиеся перед человеком? За данные переживания, помимо допамина, ответственнее на регион среднего мозга, который вырабатывает норадреналин – гормон стресса, присутствующий в организме человека в больших количествах во время травмы. Средний мозг же, в свою очередь, тесно связан с регионами, ответственными за эмоции и память, такими как миндалина и гипоталамус. Процесс умирания начинается с более новых структур мозга, а заканчивается более старыми. Восстановление этих функций при оживлении протекает в обратном порядке – сначала оживают более древние участки коры головного мозга, а затем уже новые. Поэтому в процессе возвращения к жизни человека в его памяти в первую очередь всплывают наиболее стойко запечатлевшиеся картинки. Кроме того, ряд лекарственных препаратов могут вызвать эйфорию, которая часто ощущается пациентами, переживающими клиническую смерть. К ним относится и анестетик кетамин, который также может вызвать галлюцинации и ощущение нахождения вне своего тела. Наконец, один из самых известных аспектов клинической смерти – это движение по тоннелю, в конце которого виден свет. Туннельное зрение появляется тогда, когда поток крови и кислорода глазам замедляется, так же, как это происходит у умирающего человека. Российский врач и реаниматолог Николай Губин объясняет появление туннеля проявлением токсического психоза. Это в чем-то схоже со сном, а в чем-то с галлюцинацией, например, когда человек вдруг начинает видеть себя со стороны. Дело в том, что в момент умирания части зрительной доли коры больших полушарий мозга уже страдают от кислородного голодания, а полюса обеих затылочных долей, имеющие двойное кровоснабжение, продолжают еще функционировать. В результате поле зрения резко сужается и остается лишь узкая полоса, обеспечивающая центральное трудное зрение. Заведующий отделением реанимации Московской больницы номер 29 Багдасаров, уже 30 лет возвращающий людей с того света, утверждает, за все время его практики ни один из его пациентов во время клинической смерти не видел ни тоннеля, ни света. Психиатр Королевского Эдинбургского госпиталя Крис Фримен считает, что нет доказательств того, что описанные больными видения возникали, когда мозг не работал. Картинки иного мира люди видели при жизни, перед остановкой сердца или сразу после того, как сердечный ритм удалось восстановить. Исследование, проведенное Национальным институтом неврологии, в котором принимали участие 9 крупных клиник, показало, из более 500 возвращенцев, всего лишь 1% могли ясно припомнить, что они видели. По мнению ученых, 30-40% больных, живописующих свои путешествия по загробному миру, это люди с неустойчивой психикой. Но все же среди врачей существуют и альтернативные взгляды по вопросу переживания и видений, испытываемых во время клинической смерти. Один из ведущих врачей Саутгемптонского госпиталя Сэм Парния говорит так. Не оставляет сомнений факт, что у некоторых людей в то время, когда мозг уже перестал функционировать, продолжается ясный мыслительный процесс и способность к размышлению и воспоминанию. По мнению доктора Парнии и его коллег, сознание или душа продолжает думать и размышлять, даже если сердце пациента остановилось, он не дышит и мозг перестал работать. Как видите, у специалистов нет единого мнения по вопросу о том, что на самом деле происходит с человеком в момент клинической смерти. Но уверен, в ближайшие годы, с развитием технологий и соответственно более ясного понимания процессов, происходящих в окружающем мире, завеса тайны над темой клинической смерти немного приподнимется. А на этом на сегодня всё, человеческий организм всё ещё полон тайн и загадок. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и конечно не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с Вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!